Фото родного дяди Светланы Михеева хранит как семейную реликвию. С декабря 1937 года от него и его семьи остались лишь эти фотографии. Известие о смерти пришло годы спустя. Ответом на запрос в военную коллегию Верховного суда СССР. Было написано, умер в тюрьме. И тогда папа ушел на три дня в лес, взял ружье. Ну он ходил, охотился, как любитель. Взял ружье и три дня его дома не было. Мы, конечно, переживали, боялись с мамой. Никто никогда не знал о месте захоронения. И только в этом году из передачи «Жди меня» сообщили. Михеев Агафон Ефремович покоится в поселке Комунарка. Родом из Сибири так сложилось, что наша героиня всю жизнь прожила в непосредственной близости. Приехала в Видное в 72-м работать по специальности. Конечно, как только узнала, где могила дяди, поехала в Комунарку. Могила оказалась одна на тысячи человек. Вот выкопали яму, бросили, очередную партию расстреляли, выкопали яму, бросили и сравняли с землей. Сюжет телекомпании «Видное ТВ» о бывшей Сухановской тюрьме Светлана Ивановна увидела в конце октября. Позвонила, попросила помочь попасть на территорию Екатерининского монастыря, где раньше располагался спецобъект НКВД. На нашу просьбу сразу откликнулся лично настоятель обители. В монастыре в настоящее время идет работа по изучению тех людей, кто находился в нашей обители. Уже составлены списки, готовится книга к издательству. И в ближайшее время, я думаю, в следующем году она выйдет. Самый радушный прием, какой только можно было ожидать. Теперь в стенах монастыря хранятся сведения о репрессированном, а позже реабилитированном Агафоне Михееве. Я рассуждала так. Если он работал в Сталинграде, похоронен в коммунарке, значит его привезли сюда. Какое-то время содержали в тюрьме. Также на хранение в музее были переданы все контакты его племянниц. Если так случится, что прямые наследники расстрелянного придут сюда в поисках истории его жизни, им станет известно о родных. Папа наш жил до 99-го года. Он бы тоже мог приехать сюда, и душа бы его успокоилась, что его единственный брат покоится здесь. Насельник монастыря великомученицы Екатерины, отец Владимир, показывает нам небольшой монастырский музей. Экскурсия такая важная для конкретно взятого человека. В основном фотография репрессированных, кто находился в тюрьме, вот на этом стенде. Если заглянуть в этот глазок, то даже можно увидеть заключенного, который там сидит. Одна из пыток, которая здесь практиковалась, это пытка решением сна. Вот здесь показана камера, очень узкая, в которой человек не мог сесть, и проведя достаточно долгое время без сна, готовы подписать все, что угодно. Страшная история страны, судьба монастыря, отдельной семьи. Светлана Михеева очень надеется, что когда-нибудь все же встретит двоюродного брата Геннадия, сына дяди. Следы его тщательно стерты, как и сама причина смертного приговора человека, попавшего в жирновую историю. Татьяна Кременецкая, Алексей Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.